Итак, всем привет, с вами Добогай, и если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы продолжаем играть за нашу Чехословакию И пришло уже наконец-таки время воевать с Рейхспактом, мы готовы, мы готовили 5 целых армий, они все очень заряжены на войну, очень солидные И давайте сразу начнем с объявления войны Польши, потому что мировая война должна начинаться с Польши, это я думаю очевидно Сразу после этого я думаю Германия должна будет ступиться за Польшу, ну и там уже как бы все пойдет по накатанной Если у нас какие-то угрозы с юга, надо подумать, в целом наверное нет, никто сюда высаживаться не должен Здесь только какое-то Марокко и Метель-Африка, каких больше особо стран здесь нету на юге Тем более здесь британский союз высадился, господи В общем-то да, если что интернационал реально как будто очень успешен Мы поможем ему, но конечно мы не будем с ним союзничать после того, как мы победим Рейхспактом Мы конечно же справимся с красной угрозой Ну что, поехали И смотрите-ка, немцы что-то поняли, немцы начинают сюда побыстрее дивизии перебрасывать И не только немцы по ощущениям, да, Беларусь тоже Но, во-первых, это ослабляет их западный фронт, хотя там вроде нет особо активных действий Но тем не менее, чувствую, что как только начнется война, мы просто их сотрем Потому что тут всего 1-2 дивизии на фронте Этого слишком мало На востоке, скорее всего, будет сложнее всего Потому что здесь эти страны повозвращали все свои армии, я полагаю Вот сюда, да, здесь как бы очень, видите, плотное здесь количество дивизий Здесь по ощущениям, вот, как минимум 5 дивизий На самом деле вполне себе больше Так что да, надо быть аккуратным Но самое главное Германию пронести И тут у нас прям превосходство, как бы, очевидно Ну да, французы заметили отсутствие немецких войск и как будто начали наступать поактивнее Хотя это тоже не точно И вот оно, время пришло Давайте проверим, чтобы у нас вся авиация работала не только днём Да, всё правильно И пошло объявление войны Польши Господи, я всё это время не делал Нет, подождите Я всё это время не делал планирования Это, кстати говоря, критическая ошибка Тем не менее Нам придется с ней жить Но Польша мы проносим вроде как быстро И самое главное в этой Польше То, что Германия и никто из союзников вообще пока что ещё не вступил за Польшу И как-то и не вступает, в принципе Ладно, подождите Ну ладно, Польшу решили прокинуть, видимо Типа, ну нахер воевать с этими чехами А нет Нет-нет-нет, всё, уже пошло Уже пошло Да, прям все зашли сразу моментально Сейчас поиграем, как говорится Ну и в целом, как будто очень уверенно Так, падение бытовит нам неинтересно Да, как будто очень уверенно наши войска продвигаются И в Польше, очевидно, прям совсем уверенно Потому что там сначала никто им не помогал И поляки потеряли, я думаю, очень немало своих войск На востоке тоже, на самом деле Здесь дивизии оказались не такими сильными Их отсказалось на самом деле мало То есть тоже здесь, видите, кавалерия какая-то Неполные дивизии пехоты Как бы какие-то легкотанковые дивизии тоже непонятные И да, Респак не был готов к такому нападению Но нам-то какая разница И просто посмотрите на цифры нашей промышленности И нашего manpower, как они выросли Как я и говорил вам, ребята Да Нам будет очень-очень неплохо, когда мы все это захватим Потому что мы реально, если что, захватываем Себе национальные территории А это всегда приятно Тут какие-то кандидатуры аграрии Мне это неинтересно Мне намного интереснее, наверное, посмотреть, как здесь происходит все И, допустим, чуть авиацию поправить Уже капитуляция Берлина произошла Ну, я думаю, тут падение Германии Как бы уже предрешено О, национал-социалисты Но это не наши Наши это авторитарные демократы Они, пускай, и остаются такими, какие сейчас они и есть О, потерям Давайте посмотрим, что тут у нас происходит 43 тысячи На сколько? На 189 здесь Блин, на самом деле здесь показывается От интернационала потери Поэтому намного сложнее Оценивать Но в целом, да Немаленький, немаленький по ощущениям Блин, и вот за что я не очень люблю эти батл-планы Вот стоит у меня план вот туда идти А здесь запад вот этот вот просто отдыхает Нет, я хочу, чтобы вы наступали просто по всей линии фронта Везде, где можете Но такого приказа, к сожалению, нет Это прорыв Это тоже немножко не то Он не держит эту линию фронта А вот этот, он атакует Задумываясь о флангах Я не хочу, я хочу просто пушить Просто пушить всем К сожалению, так нельзя Тут уже мы добиваем какие-то окружения немецких войск В целом они практически сдались все Но сама Германия еще держится И, конечно же, держатся ее марионетки Которых нам бы подобивать Но не уверен, насколько это будет быстро Потому что здесь, да, они солидно держатся Господи, какие же у нас прекрасные статы И это еще мультипликаторов у нас маловато Они еще не только регулярные Тут еще и не раскачаны генералы То ли дело еще будет, как говорится Шутка от партии умеренного прогресса Не понял, о чем вы, ну ладно А мы... Давайте вы это как-то активнее, активнее Давайте Кэссену вот это вот, да Сюльдор, там вот это все пробиваем Здесь тоже поактивнее все Данцик, Данцик чешский, очевидно Давайте пушим, пушим Не тормозим О, кстати говоря, про щиток Помните, я говорил, что у нас вполне себе может быть щиток Да, у нас есть щиток много где Можно на самом деле теперь взять и Наши вот эти вот огневотные танки Переделать еще больше брони Чтобы еще больше было потенциального щитка У нас тут новые эти Грейды есть Почему бы нет? Делать вот что-то такое 40 брони плюс 18 добавим Стоимость, конечно, становится тоже не маленькой Но нам до этого дела мало У нас уже есть везде, где надо Получаются танки И мы просто будем потихоньку заменять их на более новые Потому что запасы вроде как у нас некоторые есть Да, уходят они не так быстро Следовательно, мы можем себе позволить Перейти на версию получше Можем было бы модифицировать Но, наверное, не стоит А вот и, по-моему, Германия все Да, Кракхейхспакт, Акадзерейхпал Сама Германия все еще не капитулировала Что странно Уже пробыло бы Осталось тут всего лишь несколько стран в войне с нами Ну, конечно же, со всем этим сейчас разберемся Да, вот и оно И вопрос, сколько мы можем взять Кстати говоря, не так уж и много Как мне хотелось бы, по крайней мере Но мы постараемся забрать максимум И да, несмотря на то, что у Франции больше очков Мы забулили ее и заставили отдать всю территорию Германии Да, и что вы нам сделаете Кстати, мы не взяли флот Это некоторая ошибка, наверное Потому что, чтобы высадиться в Британию Нам нужен будет флот Но я думаю, что-нибудь придумаем Германия пала полностью Сказать, такое случается Случается в жизни Не в первый раз, наверное, не в последний Так, и у нас побеждать должны Все тоже те же самые авторитарные демократы, я думаю Да Национальная партия наносит ответ на удар Это вроде как она Просто на всякий случай То есть они все называются очень Хожа Да, но только другой парень стал Ну ладно, видимо, рокировочку сделали Не привыкать к народу И да, щитки, слушайте Реально, есть щитки И сколько у нас уже брони? У нас уже 17 брони Это уже солидные числа Опять-таки, если у кого-то будет ПВО Либо ПТО Они его будут пробивать Эту броню Ну а если нет, то не будут Я думаю, надо теперь Идти дальше по фокусам И объявлять войну Белой Рутени Ну да, почему нет Наша армия, я думаю, подходит сюда Здесь что еще? Пошла война От коммуны Вильнюса Господи Как это здесь ощутилось? Это российский уже альянс Хотя они все еще воюют С Трансамуром, с Амогусом Ребятам, господи Тут война такая Нехилая Да, ну мы сейчас Перестроимся Сзади, в принципе Совершим, так сказать Тузовый маневр Я вот думаю Выдержим ли мы Не Так сказать Не создание Германии Палетки, конечно, нету И некоторые проблемы С стабильностью Начинаются С поддержкой войны Но мы-то все еще По 0.3 ее возвращаем Да, как бы Это вообще по 0.4 Смотрите Господи Это потому что Стабильность слишком низкая стала Я думаю Мы Мы не можем Доверить немцам А вот и произошла Господи, камера улетела Капитуляция Украины И Дон Кубанского Союза Слоевяне Объединяйтесь Происходит реально И мы можем Немножко здесь Видел что-то Ох Как красиво На самом деле Не слишком красиво Но в целом Вообще неплохо Еще вот это бы Присоединить Выглядело бы реально Ну как бы Солидно Солидно Кстати армия Думаю Куда вы идете Ага, нашел Кстати армию Куда-нибудь Сюда Закинем Пока что Так, чисто Что планирование делали Скорее всего Мы здесь делаем Фильмаршаловский Потом приказ Какой есть Это пропускается Это объявляется Что по поводу Слящего фокуса Можем сразу На самом деле И России Готовить объявление Войны В принципе Если у нас что-то важнее Наверное нет Наверное нет Давайте да Поедем Так что говоря Начинаю новую пехотку Делать последнюю Третью И я начинаю Конвертировать Все что у меня тут есть Просто я это делаю Чтобы Новая как бы Пехотка Нам здесь помогала То есть Чтобы доходила Именно самая-самая Современная Чтобы статы Были самые-самые лучшие Потому что Просто запасы Пехотки У меня огромные Но там Очень много Завоеванного То есть Такого себе В Тарстиллярии Я думаю Она делает то же самое Как и с ПВО Сделаем побольше Именно нового Так и в принципе С огнеметными танками Кстати Хотя нет Они тогда будут Использовать Наверное Наши Нет Вот эти не будут Использовать Окей Тогда все нормально Здесь фронт поломался Почему-то Решили дивизии Перейти на Вот эту границу С Россией Ну вот эту С Краски Вильнюса Но нет Мы поправили И направили Куда надо А вот мы Решили Уже задушить Медведя Немножко Так сказать Не Вовремя Я думал Что мы успим Беларусь Капнуть перед этим В примере Такой был план Господи А что же вы Мы же свои Мы же с этим Тоже Нас перемирие Ну допустим Ну допустим Допустим Ладно Сейчас сделаем Тогда Новый приказ Да Вот Беларусь капает И в принципе Мы заберем Ее все Я полагаю Ну и пока что Мы входим В Россию Как нож В масло Потому что Здесь не было Тоже дивизии В достаточной степени И я уже Передам авиацию Пожалуй Своим генералам Пускай они там Уже как-то С ней сами Занимаются Мне уже Становится Постепенно В подло А вот мы строим Самый жесткий Радар в Европе Который будет Покрывать Примерно Всю нашу страну И Пролицей Давайте делаем Радар Вот здесь вот Под Бельгией На будущее Для войны С интернационалом Я думаю И можно Хоть говоря На Крите Для Средиземного моря Тоже так Профилактически Ну и мы успешно Доходим уже До Петрограда Тут Москва Будет Петроград Все еще При Лебах Но Допустим В принципе Не будем Смущаться слишком Потому что Красная Сквена Технически Еще не закончилась Может еще Не успели Переименовать Тут как будто Есть фокусы Но по факту Ладно Вот эти фокусы Можно поддержать Кстати говоря Да Тут есть Неплохие еще Бафы Ну и Слушайте Прямо прекрасные Это же Да Это же Именно наши В основном Немножко Шведы Что-то Задамажили Но это Такое Вот что На самом деле Делают танки Как я и говорил Щиток Щиток Реально решает Слушайте Что вот Одна дивизия Стоит против Четырех И побеждает Ну вторая Пришла уже на помощь Так что Не совсем считается Но Очевидно Что считается Да Щиток Реально решает И постепенно Постепенно Мы сейчас будем Переходить на механ Обычно Мы не впадываем Заниматься Но можем Сейчас чуть-чуть Потихоньку батальоны Делать механизированными Плюс Я еще делаю Танковые Хотя я не уверен Что я успею Свою применить Потому что уже Ну как бы Почти конец игры Слушайте Тут еще Видите Еще одна ячейка А самое главное Тут нам Под поддержку войны И стабильность Выкачиваясь Ух Наконец-таки А то как-то Ну Надебафали Себе захватами Ну тут я уже Не особо могу терпеть И просто нажимаю Вот так Чтобы быстрее Все Подобивали Потому что Объективно говоря Битвы Выигрываются Ну конечно Помогает в этом Нам еще и то Что у этих дивизий Кроме как щитка Еще и базовые Атака Ну 334 Это ну Солидно Как минимум Солидно Максимум Это очень сильно И она Видите Еще мультиплицируется Очень тоже неплохо Что Не можете радовать Вот уже 1 миллион Потерь Был пройден В общем Капитуляция Тут уже Супер близко Можем Немножко Им Помочь Направить Их На счетах Сиграя Ячейка Это 6 Да Это 6 Кайф Это приятно И вот Капитуляция И тут еще Видимо Что-то мы Отдадим Сибири Но Как бы Ладно Хотя Вообще Для того Что у нас 2000 Счет Я полагаю Что нам Сейчас За пару Раундов Еще Накинет Несколько Тысяч И мы Все равно Заберем Все Но посмотрим Может быть Нет Ну да В втором Раунде Я уже могу Потребовать Все И таким Образом Просто Переломить Все За счет Того Что у нас Слишком Много Очков И все Станцы Просто Без Единого Региона Полученного В этот раз Я не забуду Забрать Флот Но у России Конечно Он Честно Говоря Не такой Что и Большой Давайте Посмотрим Ну да Он Очень Маленький С другой Стороны Ладно Здесь нет Здесь в принципе Да Он не огромный Но Достаточно Большой Если мы Так Просто не сможем Наскоком Туда Заехать Но мы Попробуем Я думаю Че нам Тормозить Сразу Поехали Объявлять Войну Комуни И в теории Можно было Конечно Флот построить Но у нас Буквально Ноли Буквально Литра Или ноль Теха Морских Так что Ну Все это Исследовать Как-то Честно говоря Подумал Впадло Проще Наверное Уже Как-то Придумать По-другому Как-то Высадиться Как один из вариантов Это ВДВ Но сейчас будем Думать и смотреть Вот у нас Появляются Наши Прекрасные Танки Наконец-то Вот так вот Выглядит Наша танковая Дивизия Достаточно Позитивно Я бы сказал Здесь КБ Чего нам ждать А Нам надо было Знаете Что сделать У нас Есть Как-то Как говорится Нюанс От того Что Вот эти Ребята Тоже Ладно Мы сейчас Справимся С этим Все в порядке Чуть-чуть Не успеваем Но в целом Успеваем Как бы Отлично И давайте Посмотрим Просто Как себя Покажут Наши танки Давайте Здесь Фортификация Будет Но тем не менее Тем не менее Позитивно Позитивно Это Нас Еще Дебафают Вот Настолько То есть Это То есть Это Еще 30-40 Процентов Нашей Полной Силы Ладно А что Если Мы Сюда И Вот Так И Сейчас Фортификация Душит Душит Конечно Фортификация Но Сейчас Мы Переделаем Все И Снабжение Тоже Немножко Душит Ладно Во-первых Мы Начнем Полномасштабную Атаку Потому Что Нам ждать Во-вторых Мы Сейчас Достроим Сюда Снабжение И Станет Повеселее Ну В целом Да Мы Разваливаем Их Конечно Прекрасно Что По Щиткам Щитков Кстати Говоря Нет Замечу Все Таки У Французов Додумались Люди Против танков Хотя бы Что-то Иметь А Капитулировала Уже Если Что Швейцария Думал Она будет Сидеть Там До Самого Конца Потому Что Фортификации Большие Но Нет Казалось Что Наши Огнеметные Танки Знают Своё Дело Ну И Вот Все Жестанты Такие Более Менее Приближены Конечно К Нашим Тысяча У них Атаки Еще Триста Атаки Допустим Вот Здесь Это Уже Примерно То Что Я Как Бы И Рассчитывал Одна Дивизия Просто Сносит Все Здесь Еще Танта Будет В потере Немножко Вмешиваться По числам Мы Уже Можем Видеть Что Потери Приятные Для нас А Мы Еще Не призвали Италию Вообще Кстати Говоря Можно Призвать И Было Бы Они Не Сильно Си Аффективно Показывают Но Тем Не Менее Пришпал И Нам Теперь Надо Придумывать Как Мы Будем Сажаться В Британию А Так Здесь Корабли Почти Нету Они Защищают Своей территории Что Мы На фоне Этого Сделаем Правильно Это Сюда А У нас Может Нас Люди Не Умеет Высаживаться Блять Мы Еще Не Умеем Высаживаться Ладно Тогда Придется Опыл Исподещение Как Говорится Вот Так Кому Накапитулировал К сожалению Флот На Свой Нам Не Оставит Тем Не Менее Нормально Давайте Вот Этого Парня Которого Есть Бафы На Гору Поедет Вот Сюда Разберется С этими Интернационалом И будем Сейчас Придумывать Как Там Высадиться Сюда Ну Как Придумывать У нас В принципе Почти Все Для Того Есть Осталось Дождаться Вот Этой Тихи Либо Вдв В общем То Нормально И Еще Одна Винтовка Нам Тут Рассказывают Про Наши Чешские Винтовки Но К сожалению Мне Не Слишком Интересно Но Если Вы Следили Это Там Наверное Реально Все Вообще Сами Выпускаем Сами Все Придумали Что Несомненно Круто Но Не Сильно Интересно Честно Горя Читать А Кто Не Знал Мы В Оборонительной Войне Находимся Да Крайне Оборонительная Война Франция Крайне Оборонительная Была Примитивно Уничтожена А Позвольте Это Было Неожиданно Для нас Это Было Пиздец Как Неожиданно Для нас Но Благо Я Это Успел Вовремя Заметить О Взрите Чехословака Чехословак Самый Сильный На Этой Зеленой Земле Звучит Как Что История Про Руссов И Байкала Сначала Бороли В Условиях Политического Ада Священной Римской Империи Затем Австрийской Империи Натерим Свободу И мы Вернем Свое Место В качестве Европейской Державы Да сбок Так оно И останется Ну да Я дам Ну и да Начинаем Теперь Это все Чудо Прекрасное Окружать Как-то И Ликвидировать Ну можно Кстати говоря Раз у нас Есть флот Блин Но у нас Флот Не совсем Там Где Надо Ну под Ладочками Можно было Там Попробовать Порейдить Но так Казуальненько И Как ни странно Наши танки Будут здесь Всаживаться Потому что Ну это Единственные дивизии Которые здесь Остались И вот я уже Отсюда не хочу Забирать Здесь какие-то Микрофиски Но мне в целом На них плевать Я думаю Наши итальянцы Справятся А это Захваченные Русские ЖД орудия Оказывается Есть Это Нам надо Это мы возьмем Нашим дивизиям Конечно Ну и постепенно Здесь Окружение Сжимается И будет в один момент Полностью Уничтожена Это выставка Достаточно Нелепая Хотя я помню Все время Так как я Когда-то Давно По-моему На Канаде Капитировал Россию Решив не проходить Через всю Европу А просто высадившись Вот здесь Видимо Учится у лучших Как говорится А еще я вижу Что ворожские Подлодки Здесь немножко Заняты Давайте На фоне этого Попробуем Блин Не очень Получилось Но как будто Должно Получиться А там еще Дивизия Без Без организации Давайте Пока у нас Тут есть еще Момент Также Авиации Поможем А то я Авиацию Забыл добавить Танками Так высаживаться Это абсолютно Отрастительная Идея Потому что Если вдруг Что-то не пойдет Вы потеряете Просто огромное Количество Стоимости Произведенной И кроме того Они очень плохо Высаживаются Как правило Но это Ишка Так что Я не сильно Переживаю И вроде как Мы успешно Это сделали Теперь осталось Лишь капитулировать Британию Девятью дивизиями В целом Не самая сложная Хоть и Не самая простая Тем не менее Каждая дивизия Примерно Равнопоселив Все британской армии Так что Нам нужно Просто Все красить То есть Произведенная Она происходит Вот так Да Ну и очевидно Что наверное Вот с этим Они сильно Справиться не могут Кстати В Шотландии Все-таки построила Девять военных заводов Да Она и правда Играла просто На дистанцию На лайт Так что Билд Билд нормальный Просто Не повезло Ну здесь мы По-моему Да Добиваем все Что есть И британия Там кстати говоря И потеряла Наверное Большую часть Своей армии Как и Кто-то еще Кто-то там Пытался Британцам Как-то Что-то Помочь В общем Мы забираем Все Кроме того Весь флот Последнее итальянское Государство А теперь Дело за ними Ну да Слушай Я на этом думаю Можно Ебать Что происходит Ладно На этом я думаю Можно и подзакончить Как бы Дальше Нам особо Делать Нечего Единственное Жалко Что нету Какого-то Тега То есть Мы как бы Все это захватили Пансловистская идея Круто Все национальным Но это же уже Не Чехословакия Да То есть Как бы Хотелось бы Наверное Чтобы как-то Путь был более Закончен Пока что Он не закончен Тем не менее Прохождение Точно заканчивается Потому что Дальше делать Нам точно нечего Так что С вами Ряд был Добай Обязательно Подписывайтесь Если вы Четверг Не подписаны Лайки Комментарии Видите Скорт Ребята Все как обычно И до скорых Встреч Пока